Ну что же, какой у нас будет третий вопрос сегодня? Третий вопрос про ребёнка. Очень частый вопрос в любой стране мира, вот я много езжу и эти вопросы слышу постоянно и сам тоже с этим вопросом у себя в жизни сталкивался. Ребёнок 8 лет, учится во втором классе, делает уроки по 2,5-3 часа. Я вам скажу по секрету, иногда мои дети в этой ситуации делают уроки по 5-6 часов, но ничего не меняется. Уроки рассчитаны на то, чтобы их делали минут за 40 максимум и в охотку. Все мамины усилия, вот это очень важное место, все мамины усилия ни к чему не приводят. Что делать? Тут можно поговорить про вещи очень простые внешние сначала, а потом чуть поглубже. Простые внешние это, что у каждого ребёнка есть свой собственный оптимальный вариант и стиль учёбы. И вот система психологических векторов, которой я 20 лет своей жизни отдал и много ей занимался, там как раз расписано, как помогать каждому ребёнку в учёбе. И иногда маленькие нюансы, которые вы можете изменить, чем-то помочь, другой какой-то формат, другое распределение времени и ещё чего-то, они очень попадают в точку. Ребёнок в этом месте чувствует себя комфортнее и всё делает гармоничнее, быстрее и так далее. Но меня интересует другая штука. Для меня это вопрос об ответственности. Я эту тему проходил на своих двух старших детях, которым вот сейчас уже 18 и 12. Впереди у меня ещё, наверное, эта ситуация с мальшим ребёнком. 8 лет – это прекрасный возраст, там 8-9 лет, когда мы родители потихонечку детям начинаем передавать ответственность за то, что они делают. Потихонечку. У меня тут был разный опыт в этом месте, мы деткам нашим пытались передать ответственности то меньше, то больше, где-то зашкалило, но мы на своих ошибках в этом месте учились. Когда-то сын сказал, что так, я сам отвечаю за свою учёбу, всё, ко мне не приставайте. Это старший. Ему было лет, наверное, тогда 14. Мы ему дали такие полгода, он съехал на двойки и мы ему сказали, нет, ты знаешь, ты не можешь это дело делать. А средний когда-то в это дело тоже включился, по примеру старшего. Но он сам сказал через месяц, ой, папа, мама, я чувствую, что я это дело не тяну, давайте-ка возвращайтесь в мою тему, в мою учёбу. И всё же, и всё же, мы потихонечку передаём ребёнку ответственность за тот процесс, которым он занят. Это не ответственность за всю его учёбу, это не то, что мы ребёнка оставляем одного один на один, но вот то время, что ребёнок делает уроки, он отвечает за это время сам. Что такое отвечает сам? Это значит, что он понимает задачу, которая стоит, что он понимает, как её можно решить и что он несёт на себе ответственность за последствия того, что он просидит за уроками два с половиной часа или три часа или шесть часов. Что получится? Тогда он, если просит шесть часов, то у него будет меньше времени на игры, на какое-то общение, на общение, там, не знаю, с родителями и прочее. И вот умение эти последствия, такие логические последствия для ребёнка выстроить, это, пожалуй, одно из самых ключевых умений родителя. На эту тему тоже могу порекомендовать книгу, которая скачивается в интернете бесплатно. «Радость воспитания» и автор её Кэтрин Кволс, американский автор Кэтрин Кволс «Радость воспитания». Там как раз даны очень конкретные примеры и приёмы, как в этих ситуациях правильно поступать с разными детками, и как потихонечку им ответственность в этом месте передавать. И тому, что, исходя из этого вопроса, вот тут есть в вопросе, все мамины усилия ни к чему не приводят. Мы видим, что, во-первых, у мамы есть много усилий, все мамины усилия, и они разные, эти усилия, и эффектов в них никакого нет. Ну и мама продолжает, наверное, делать то же самое или какие-то другие вещи. Мамы в этом процессе очень много. Мама, скажем так, ответственность за процесс лежит на маме целиком, на 100%. Некий стержень, который есть в этой системе, он тоже находится в маме, а не в ребёнке. А ребёнок, получается, не очень в этом участвует. Мама его давит, да, делает так, делай сяк, вот сиди, давай ты быстрее что-то здесь растягиваешь. А ребёнок, он в этом месте расплывается, у него как бы нету структуры, которая его собирает. Мама этой структурой в данном случае не является. Структурой являются вот эта вот ответственность и последствия. Просидел ты лишнее время за уроками, значит, чего-то ты не получил. Это не наказание. Вот сейчас давайте очень хорошо эту разницу почувствуем. Это не то, что мама говорит, если ты будешь делать уроки дольше двух часов, значит, я тебе не дам компьютер или поиграть или ещё чего-то. А это то, что логично вырисовывается из того, что много времени потраченного. Ребёнок с этим должен столкнуться, соприкоснуться и почувствовать разницу. Ага, вот я быстро сделал, произошло это. Вот я делал долго-долго, произошло это. Попробуйте когда-то, может быть, чуть-чуть с вашей помощью, или когда просто жизнью так сложится, или уроков мало, или ребёнок в правильном состоянии находился и сделал это быстро, до 40 минут. Дайте в этом месте такую хорошую положительную обратную связь. То есть, если ребёнок быстро справился, то у него есть общение с мамой, у него есть это и это, что он почувствовал, насколько вот это дело классно. Потом, когда он это дело всё размазал, почувствовал, что этого классного нету. Но дальше это его решение. Он может просто говорить, значит, вот у тебя есть уроки, да, ты помнишь, что если ты делаешь быстро, то есть это и это, а если ты делаешь медленно, то этого не получается. Вы это сказали, и вы из ситуации вышли. Вы не просто вышли из комнаты, вы вышли из этой ситуации своим напряжением. Вы отдали это на ответственность ребёнка в данном случае. Понятно, что в 8 лет это делается одним образом, в 10 по-другому, а в 13 как-то по-третьему. Но тут уже вы нащупаете сами этот нюанс. Очень важно, чтобы вашей включённости в этом процессе не было слишком много. Потому что место для этой включённости, оно ограничено. Если вы включаетесь на 90% этой ёмкости, ребёнок включается на 10. И вы будете с ним делать уроки много-много и долго и в этом месте напрягаться ещё много лет вперёд. Если вы в это включены, да, вы ребёнка не оставляете, вы на эту тему не забиваете. Вы включены на 20%. Ребёнок очень постепенно начинает включаться больше и больше. Не ждите здесь мгновенного эффекта, что на завтра ребёнок скажет, «Ой, мама, всё, я сам всё делаю, да, я всё знаю». Это происходит постепенно. Тут есть откаты иногда в минус, иногда есть движение вперёд. Это жизнь, она вот такая. Но ответственность при этом у ребёнка нарабатывается. И через какое-то время, может быть через два месяца, через три, вы почувствуете, что то, что раньше была точка контроля у вас, она очень постепенно, очень медленно переходит к ребёнку. И уже хотя бы чуть-чуть ребёнок за этот процесс больше отвечает сам и становится более, ну что ли, сфокусированным, не так расплывается в этом. Это касается и времени, и включённости в сам процесс и так далее. Ну и последнее, о чём бы я здесь сказал, подумайте, может есть какие-то объективные причины, почему ребёнок не может здесь собраться. Помимо ответственности. Может быть это просто усталость. Может быть это ребёнок с чёрным мышечным вектором, которому очень важна физическая активность. Если он приходит из школы, у него нет этой активности, он садится снова за уроки, в школе было мало этого движения, он правда не может соображать. Тогда может ему нужно дать какие-то полчаса для того, чтобы он в этом месте кровь разогнал, пришёл в другое состояние и дальше он соберётся. Тут много нюансов. Почитайте мою книгу «Психология ваших отверстий», там про разных деток это тоже сказано. «Посмотрите, насколько оптимальное в этом плане режим и состояние, с которым ребёнок подходит в занятия». Это как некая добавка к тому, что можно сделать. То есть это вот как бы завершает вот этот вопрос? Да, я бы на этом остановился. То есть здесь самое главное для меня это про ответственность, которую мы нашим детям передаём, чтобы они в своей деятельности стали более сфокусированными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА